Уголовно-процессуальные скитания одиозного нардепа Вадима Рабиновича продолжаются. САП разрешили изъять документы, подтверждающие израильское гражданство. Об этом говорится в постановлении Соломинского райсуда Киева 12 июня. Что грозит парламентарию и какие документы попадут в руки прокурорам, наши корреспонденты расскажут. Набу и САП в этот раз намерены окончательно выяснить связь между гражданином Украины Вадимом Рабиновичем и гражданином Израиля Давидом Рабиновичем. В прокуратуре подозревают, что это один и тот же человек, а точнее лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. И он должен был внести в декларацию о доходах финансовые обязательства и объекты, зарегистрированные на него как на гражданина Израиля. Расследовать декларирование недостоверной информации и возможное незаконное обогащение Рабиновича НАБУ начало еще в январе. Когда эти дела попадут в суд, лишение украинского гражданства и мандата может стать наименьшей из проблем депутата. Ведь за эти нарушения Рабинович усветит вполне реальный тюремный срок. К слову, САП уже получила доступ к документам, которые содержат информацию о наличии израильского гражданства. Ранее это подтвердили нардепу Сергею Каплину непосредственно власти Израиля. Благодаря своему израильскому паспорту Рабинович спокойно владеет виллой в пригороде Тель-Авива. Стоимость домов здесь исчисляется десятками миллионов долларов. Именно тут, в заповедной зоне Бейтана Арон, Рабинович частенько прогуливает заседания парламента. Ведь для него зал под куполом, где он бывает не больше трех дней в месяц, место, где Рабинович решает свои бизнес-вопросы, а не отстаивает интересы своих избирателей. И неудивительно, что именно Вадим Рабинович регулярно возглавляет рейтинг главных популистов парламента.